Малый и средний бизнес должен развиваться на всей территории Российской Федерации. Такие задачи ставят власти страны, Свердловской области и органы местного самоуправления муниципалитетов. В связи с этим работают различные госпрограммы, которые направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства. В Артёмовском городском округе уже составлен план работы такой муниципальной программы на период 2015-2017 годов. Именно поэтому был созван Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе АГО. На нём приглашённые обсудили несколько важных вопросов, но вначале о тех успехах, которые были достигнуты в период 2013 года. Об этом рассказал Владимир Федорченко, директор Артёмовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства. Было 15 мероприятий в муниципальной церкви программе. Значит, достигнуты следующие показатели. Это проведён мониторинг развития предпринимательства. Было опрошено 100 субъектов малого предпринимательства. И они заполнили анкету, и на основании этой анкеты были сделаны определённые выводы. Проведена презентация туристических маршрутов Артёмовского городского округа. В рамках реализации мероприятий содействия развития визного и внутреннего туризма изготовлены информационные щиты 5 штук и буклеты 700 штук. Они будут установлены на тех объектах природоохранных, которые у нас есть здесь. На территории буклеты были изготовлены по трем маршрутам. Это сплавка реки Реш, Миронова музей и музей Артёмовского. Кроме этого, было предоставлено три субсидии на оплату первого взноса по договорам лизинга. Этот вопрос мы уже освещали, но напомним, что три предпринимателя предоставили полный пакет документов на закупку техники в лизинг. Конкурсная комиссия решила выделить им компенсацию в размере от 100 тысяч рублей до 700. Далее Владимир Миронович поделился информацией о работающих и действующих программах по развитию малого и среднего бизнеса. На данный момент есть программа муниципальная, значит у нас там лизинга нет. Субсидии не предусмотрены. Предполагается, что будет модернизация производства. Это предприятие, которое занимается и имеет работников, я думаю, что более 30 человек. По тем данным, которые были в прошлом году, будет по всей вероятности лизинг, будут начинающие свои отделы, начинающие свои отделы инновационные предприятия. Ну вот, ну а те программы, которые поддержки, это годные инвестиционные кредиты, вот, выдаются через банки, которые доверенные с областным фондом работают. Кроме этого, проводятся различные мероприятия, которые касаются прилегающих территорий частных собственников. За красоту, уют, комфорт этих территорий лучших предпринимателей награждают грамотами и подарками. Такой конкурсный проект был поддержан и администрацией Артемовского городского округа, ведь она предпринимала непосредственно участие в оценке территории. По словам директора Артемовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства в Артемовском городском округе, бизнес предпринимателей не так мало. У некоторых созданы целые сети магазинов. Но это одно направление – розничная торговля. Именно им перенаполнен округ. Сейчас есть потребность создания различных производств – строительства, промышленности и так далее. Для этого и органы местного самоуправления, и администрация Артемовского городского округа, и фонд поддержки предпринимателей готовы помочь и в субсидиях, и в предоставлении земли, льгот и так далее. Главное, чтобы будущие предприниматели и бизнесмены были в этом заинтересованы. И еще один позитивный момент. 26 мая у нас день предпринимательства. И вот как мы смотрим в фонде, значит, мы предлагаем провести два конкурса «Предприниматель года» и «Молодой предприниматель». До 26 мая подвести итоги, подвести итоги. 26 мая здесь, как было в прошлом году, наградить победителей вот этих конкурсов. Значит, положение разработано. По данным мероприятиям нужно направить заявку до 17 мая 2014 года. Результаты оцениваются по пятибалльной шкале и итоги подводятся до 21 мая. По различным номинациям – производство товаров, торговля, оказание услуг, строительство и ремонт, сельское хозяйство. Отметим, что о хорошей кредитной возможности рассказал Александр Маслов, представитель СКБ банка. Субъектам малого предпринимательства предоставляется льготный инвестиционный кредит. Максимальная сумма составляет 7 миллионов рублей. Срок кредитования – до пяти лет. Ставка по кредиту равна ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Программа работает. Значит, в этом году выдан уже один кредит. В январе месяце 4 миллиона. Значит, в прошлом году более 20 миллионов было выдано именно по этой программе. То есть она работает, существует. В общем итоге все участники координационного совета услышали много полезной для себя информации, которая, безусловно, поможет в дальнейшем развитии малого и среднего бизнеса на всей территории Артемовского городского округа.